Всем привет, с вами Алекс Кузнецов, и сегодня я хочу рассказать об опыте пользования Тинькофф-копилкой. Порядка 20 дней прошло, может быть, уже даже месяц с момента того, как я начал её использовать. И сегодня я решил рассказать, как она мне. Потому что изначально я вам рассказывал в предыдущем видео, которое можно посмотреть здесь, здесь, по-моему здесь, что это такое. Так что зацените, если не знаете. А пока к делу. После месяца использования, или 20 дней, мне кажется, не суть разницы, на самом деле, целый месяц прошёл или нет, потому что зарплата уже приходила, и стало понятнее, как копилка влияет на мой бюджет. За 20 дней у меня набралось примерно 5 пунктов, которые мне не совсем нравятся Тинькофф-копилки, но на самом деле инструмент охеренный, о чём я говорил ещё в первом видео. Но сейчас я уже на своём опыте решил вам рассказать, что же чуть-чуть не пошло не так. Первый пункт, о котором я знал изначально, но который всё-таки немножко вымораживает. Это ограниченное время для вывода средств с этой копилки. Да, я понимаю, что копилка завязана на вечные портфели Тинькофф, которые работают только на московской бирже. И выводить по этому средству можно только с 10 утра до 7 вечера и по будням. Хотя, может быть, для кого-то это даже плюс, то что просто вот нет возможности вывести в некоторые дни средства с этой копилки. Не знаю, плюс это или минус. Мне в целом нормально, просто пару раз у меня было лёгкое желание вывести средства с неё, а возможности не было, и я такой, ну ладно, хрен с ним, найду другой способ. Второй пункт прямиком следует из первого, и если вы слышали новости, 22 июня, если не ошибаюсь, московская биржа решила продлить время работы. И теперь некоторые бумаги торгуются до 23.50 по будням, что даёт очень много возможностей для трейдеров и просто инвесторов. Но на данный момент количество бумаг достаточно ограничено, там только голубые фишки, по-моему, и всё, порядка 25 бумаг. Ну, не очень серьёзно, хотя для трейдинга сойдёт. И в итоге Тинькофф-копилка же в это не входит, и, может быть, в конце года московская биржа добавит все бумаги, которые на ней торгуются в вечёрку. Но пока это неизвестно, в том числе и Тинькофф это не знает, я спрашивал в поддержке, ничего обещать не могут, но посмотрим. Может быть, срастётся всё, и средства можно будет выводить даже вечером, до почти 12 ночи, что иногда будет приятно в пятницу вечером, ну, сами понимаете. Как вы можете знать, я достаточно давно уже пользуюсь Тинькофф-брокером. И в том числе, когда появились вечные портфели Тинькофф, я начал им и пользоваться. То есть я сразу купил попробовать несколько штучек, буквально 100-200 рублей продал, ну и так с ними играю. Сейчас закинул денег в доллары, и пусть лежат, потому что мне немножко лень разбираться в трейдинге, потому что я занят на работе, и с Ютубом и так далее, и как-то времени не хватает. И в итоге я уже привык, что есть графики, красивые графики, которые я понимаю, что происходит с этим фондом, как с другими любыми ETF или BPF-ами, не суть важны, как это называется, и чем это является на самом деле. Но суть в том, что в приложении Тинькофф-банк графиков нет. И я уже написал об этом в поддержку, надеюсь, когда-нибудь это добавят, но меня немножко это вымораживает, потому что, когда ты привык их видеть, очень странно видеть, что цена меняется, а почему и что произошло, ну, можно, конечно, узнать, но это геморройно, потому что в Тинькофф-инвестициях, понятное дело, инвескопилка не отражена. Окей, следующий пункт, опять-таки, следует из предыдущего, и они очень сильно завязаны. Если вы открывали Тинькофф-инвестиции, их фонд там, в приложении, то могли видеть новости фонда. То есть, какие активы они приобрели, какие продали, сколько денег дополнительно вложили, и все прочее. И, например, если с самого начала это был фонд фондов, то теперь они уже закупились основательно и акциями, и облигациями, а не только ETF-ами другими. Поэтому очень интересно было бы почитать новости в самом приложении Тинькофф-банка, потому что, по сути, я покупаю эти фонды, но я ничего не могу увидеть. И это чуть-чуть раздражает, потому что не хватает вот этой кнопки простой перейти в Тинькофф-инвестиции из-за самой инвескопилки. Да, я понимаю, что я всегда могу это переключить легко, это там по один-два клика, но все-таки добавьте, пожалуйста, эту кнопку. Сделает жизнь гораздо проще. А если выведите Тинькофф-банк это сразу, то будет идеально. Но пока что и кнопки хватит. А теперь о личном опыте. Как вы знаете, округлять в Тинькофф-копилку покупки можно до 20 рублей, до 50 рублей, до 100 рублей. И я решил попробовать сразу округлить до сотки. Потому что... А что нет-то? Больше скопится. И по итогу скопилась у меня приличная сумма даже за 20 дней. Я даже не ожидал, что столько отложится. Но это очень сильно на самом деле выбивается из бюджета, потому что бюджет я свой введу достаточно строго. Об этом видео скоро выйдет. Оно будет длиннющее, но интересное. Так что подписывайтесь на канал. Скоро будет видео. Ставьте колокольчик и так далее. Но вот в итоге эту копилку надо мне как-то предусмотреть в своем бюджете, потому что на данный момент она немножко выбивается. И, условно говоря, если 5000 уходит в копилку, а я планировал эти 5000 использовать для ежедневных нужд, то, ну, знаете, это не совсем просто компенсировать. С учетом предыдущих пунктов, когда нельзя вывести средства от копилки. Так что ставьте 100 рублей, только если... Ну, во-первых, попробуйте. Может, все-таки хорошо зайдет и будете меньше тратить. А во-вторых, будьте аккуратней все-таки. Потому что выводить можно не всегда, как я об этом уже говорил. И это вносит суматоху. Но если вы не ведете бюджет, то подписывайтесь на мой канал. Скоро будет видео. И вам будет интересно узнать, как его стоит ввести. И еще дополнительный пункт, который я не записал в свою заметочку. Это пункт о самом округлении. Оно немножко выбивает из клиги на самом деле. Вот я поставил до 100 рублей. И, предположим, у меня было на счете 10 тысяч 15 рублей. Я решил вывести эти 15 рублей на копилку, чтобы мне стало ровно 10 тысяч. И почему-то я подразумевал, что все следующие покупки у меня будут с нулями, скажем так. То есть, если я куплю даже на 3 рубля, то у меня будет 9 тысяч 900 в остатке. Ну и 97 рублей на копилку. Но все-таки в итоге округляется ровно до 100 рублей, но получается не совсем тот эффект, который я ожидал увидеть. Ну, это может быть моя какая-то глупость и то, что я считать не умею, но все-таки такая небольшая заморожка для перфекционистов, идеалистов и прочих нелюдей, как я. Это то, что у вас не будет ноликов на счету. Не лишних, а красивых ноликов, а будут страшные 2 рубля 57 копеек и прочие возникать время от времени и убрать их достаточно тяжело. Может быть, Тинькофф в копилку стоит ввести округление до нулей. Я даже не знаю, как это сформулировать корректно, но надеюсь, вы меня понимаете. То есть, словно говоря, если какая-то операция приводит к тому, что на счету все равно остается 13,5 рублей, 5 тысяч 13,5 рублей, то эти 13,5 рублей тоже уйдут в копилку, даже если это больше 100 рублей. Не знаю, как это корректно описать, но мне кажется, таким людям, как я, было бы удобно, прикольно и приятно видеть такое округление. Хотя, опять же, это очень сильно скажется на бюджете, который надо ввести. Ну а на этом все. Спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Матане!